Благодарим Всевышнего Аллаха, что нас собрал в самом наилучшем месте, в своем доме, в мечети, братьями, любящими друг друга ради Аллаха. Просим Всевышнего Аллаха, как он нас вместе собрал здесь для поклонения, чтобы вместе нас собрал в своем джаннатуль-фирдаус с нашими родителями, детьми, с нашими родственниками, близкими, с пророками, шахидами, с праведниками, с правдивыми. И как прекрасно это соседство. Уважаемые братья, мы с вами знаем то, что Аллах приказал нам всем молиться, читать намаз. И мы с вами знаем то, что намаз, молитва пятикратная – это столб веры, один столб веры, второй столб нашей веры – ислама. Так же знаем, как сказал пророк Мухаммад, салаллаху алейху ассалям, первое, за что будет спрошен человек, как только встанет из могилы, за свою молитву, за свой намаз. Намаз – это столб религии. Аллах во множестве аятов говорит, читайте намаз, давайте закат. Но, однако, как мы должны читать намаз? У каждого намаз разный. У кого-то Аллах принимает, у кого-то Аллах не принимает. Поэтому, как читал наш пророк Мухаммад, салаллаху алейху ассалям, как читали ассаллаф, ассаллих, ассахабы, ридвану Аллаху алейхим. Потому что бывает, иногда смотришь, например, когда приходит по WhatsApp, почему, то есть сегодня выбрали эту тему, по WhatsApp недавно пришло, как читает самый быстрый намаз, там, может, вы видели, там быстро как клюет, как будто физкультура какая-то, кто быстрее прочитает. То есть и думает, если он быстрее почитал, значит, он ближе к Аллаху. То есть давайте мы вернемся и посмотрим, как же мы с вами должны, какой Аллах от нас требует молитва, какая она должна быть, какой намаз должен быть, каким намазом довольствуется Аллах. Каким намазом довольствуется Аллах? Во-первых, сегодняшняя тема наша называется аль-хушуа фи-саля. Набожность в молитве, богобоязненность в намазе. Во-первых, Аллах приказал молиться не только умме пророка Мухаммада, но и умме сабика, тем общинам, которые были до общины пророка Мухаммада, и это четкий ответ тем людям, которые говорят, вот я верю в Аллаха по-своему, намаз я считаю читать необязательно, вот я говорю же ля и ля Аллах. То есть это такая, знаете, некая отговорка, дабы не молиться. Или говорит, вот такой-то, такой-то молится, он такой плохой. То есть, а я не молюсь, я хороший. То есть, я знаю тех, кто молится, они там обманывают, воруют, матерятся и так далее. А я к этому вообще не прикасаюсь, но я не молюсь, кто из нас лучше. Такое, может быть, вы встречали или бывает, так часто задают, имаму часто такой вопрос задают. То есть, как говорится один из людей, который принял ислам, аль-хамдуля, то, что я до того, как вообще с обществом познакомился, с мусульманами, с другим обществом, я изучил ислам. То есть, понять, мы ислам берем не от кого-то, ислам не берется от меня, не берется от него, берется из Курана и из судны пророка Мухаммада, а каждый человек ошибается. Поэтому, ас-саля, Аллах приказал молиться не только умми нашей, умми пророка Мухаммада, но и тем общинам, которые были до умми пророка Мухаммада. Закр Аллаху в китабе хиль-карим салятин анбияйхи ас-салихин. Всевышний Аллах в Куране упомянул нам молитву, намаз пророков, которые были до пророка Мухаммада и праведников. Сказал Всевышний, субхану в китабе хиль-карим, касательно Исы ибн Марьям, Аллах повелел мне молиться и выплачивать закат до тех пор, пока я жив, сказал Иса, этот аят приводится в Куране. Про Закарию, алейхиссалям, Всевышний, субхану в ате аля, сказал, Обратились к нему ангелы, к Закарии, алейхиссалям, в тот момент, когда он был, стоял и молился, читал намаз в нише. То есть указывает то, что Закария, алейхиссалям, молился. Муся, алейхиссалям, Когда Аллах, субхану в ате альхиссалям, Алейхиссалям, когда Аллах, субхану в ате альхиссалям, и также мое потомство. Обращение к Марьям, алейхиссалям, То есть приблизься к Аллаху, будь набожный, будь богобоязненный, делай земной поклон и делай поясной поклон, вместе с теми, кто совершает поясные поклоны. То есть приказывает Аллах, субхану в ате аля, алейхиссалям, читать намаз. О, шуайб, обратился к нему его народ. Твоя молитва ли? Твой намаз приказывает себе оставлять нам то, чему поклонялись наши отцы? То есть твой намаз, это твоя молитва, запрещает нам поклоняться идолам, ведь наши отцы поклонялись идолам. И Аллах, субхану в ате альхиссалям, она говорит о пророках, о посланниках, до пророка Мухаммада, саллаху алейхиссалям. Это приказ не только нашей уме, это приказ и умам ас-сабика, приказ общинам, которые были до общины пророка Мухаммада, саллаху алейхиссалям, а кимис салата лиду луки шамси ла гаса кил лейль, ва кур'ан аль фаджри, инна кур'ан аль фаджри ка нам ажгуда. Всевышно, Аллах, субхану в ате альхиссалям, повелевает и говорит, вы ставите молитву до восхода солнца, и когда наступит ночь, и в утреннюю зарю. Кур'ан назвал утренний намаз, Аллах назвал Кур'аном. Поэтому ученые говорят, больше Кур'ана читается на утренней молитве. Почему? Инна кур'ан аль фаджри ка нам ажгуда. Поистине, вот это чтение утреннего Кур'ана, которое читается в молитвах, ажгуда, свидетельствуют ангелы. Свидетельствуют ангелы. Поэтому каждому из пророков и каждой общине Аллах, субхану в ате альхиссалям, мы с вами это поняли. Должны донести до близких, до родственников. То есть молитва – это аймаду ад-дейна. Само ассаля переводится с арабского языка ассиля. То есть такой иттесаль – это звонок, когда соединяется что-то. Когда человек – это ветвь с Аллахом, соединение с Аллахом, обращение к Аллаху, субхану в ате аля. И тот человек, который оставляет молитву, как будто он сам обрубает свою связь с Аллахом, субхану в ате аля. А сердце намаза – что это? Рух ассаля, сульбу ассаля. Для чего Аллах приказал молиться? Для того, чтобы человек восстановил связь, раб Аллаха восстановил связь со своим Творцом, и чтобы его сердце чувствовало набожность перед тем, перед кем он стоит. Сердце намаза – это набожность во время молитвы. То есть не просто так, давай быстро прочитай. Во время намаза думаешь, как бы побыстрее закончить, куда поехать, следующие встречи и так далее. Салям дал, сразу встаешь. Телефон смотришь. Не, это не набожность. То есть должен уделить полностью хущуа. Именно набожно выстаивать молитву. Что такое хущуа, что такое набожность в молитве? Какие причины? Какие пути для этого, чтобы обрести нам аль хущуа фиссаля? Именно набожность молитвы. Хущуа фиссаля амрун ваджибун амля. То есть набожность в молитве обязательно часть молитвы или нет? Бывает иногда человек не понимает арабского языка. Имам говорит Аллаху Акбар. Он за ним встает и говорит Аллаху Акбар. И ты видишь, что стоят рядом ученые, Куран, Хафиза, шейхи. А этот человек может быть Аллаху А'лам на бисариратих. Только Аллах знает, что в его душе. Но на внешний вид не сказать, что у него есть какие-то знания. И видишь, как он плачет в молитве. Что же это такое? Откуда это слезы? И вот это именно есть аль хущуа. Именно вот эта набожность во время молитвы. Если человек прочитает свой намаз без хущуа, без набожности. Примется ли его молитва или нет? Кали Хузаифа рада Аллаху Аньху. Аууу ла ма тавкэдун миндиникум аль хущуа. Хузаифа рада Аллаху Аньху сказал, первое, что вы можете потерять, утерять от своей религии – это набожность. Самое первое, что шайтан, когда иуасвис, фисудур, инас, когда нашептывает, и вы теряете свои религии – это богобоязненность, набожность в намазе. До того может дойти, говорит Хузаифа, что ты, когда заходишь в мечеть, не сможешь ни одного мужчину набожного в своей молитве найти. Каждый куда-то спитит по своим делам. Когда Аллах в Куране описал верующих, сказал… Первое, что он сказал, когда сказал об их набожности в молитвах. Преуспели верующие. Какие верующие? Которые набожны в своих молитвах, набожны, с трепетом выставить свои молитвы. Хущуа – это плод молитвы. Если сердце будет богобоязненным в молитве, трепетным, то и все тело тоже будет богобоязненным и подчиняться Создателю. То есть, когда сердце богобоязненно, трепетно в молитве, то его тело успокаивается. Каждый из вас, я думаю, это прочувствовал, когда он старается вспомнить об Аллахе в своей молитве. Перед тем, как пойти на сажда, возвеличить Кураном через аяты Всевышнего Аллаха, задуматься Всевышнего Аллаха, прочитать такую молитву, после того, как сказал, «Саляму алейкум, рахмату Аллах», как будто масло на его грудь, на его сердце. Его мафасль, его кости, его суставы мягкие, он ощущает от этого сладость веры, радость. Один брат у нас по его действиям мы видим богобоязненный наш брат. Аллах лучше знает, что в его сердце, и мы никого не хвалим перед Аллахом. Но когда мы с ним разговаривали, на какое-то время он не может читать, то есть уходить всячески, читать на стуле. И когда мы с ним разговаривали, он говорит, «Валлахе, сколько у меня было денег, сколько у меня было богатства и так далее». Субханаллах, когда у меня стало меньше этого, я не прочувствовал какую-то грусть на душе. Ну, прочувствовал грусть на душе, он пять раз молится. Субханаллах. Такие у него дела перед Аллахом. Субханаллах. Но прочувствовал грусть и боль на душе в тот момент, когда я не могу сделать саджда на землю, а делаю это на воздухе, на стуле из-за его болезни. Субханаллах. Вот этот человек прочувствовал сладость саджда, прочувствовал сладость земного поклона. Намаз, именно, братья мои, намаз, в которых есть набожность, трепет, богобоязненность, именно этот намаз оставляет прекрасный след в нашей жизни. Баракат, ризг, именно от чего? От этого намаза, который мы с вами читаем с трепетом. Каля, саллаллаху алейхи вассалям, вуджу айлят куррату айни фи ссаля. Ай, иртияхи, сукуни, тума'нинати фи ссаля. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, мой отдых, все, что наслаждает мое око, мое тело, именно, все оно собрано в молитве, в намазе, сказал посланник Аллаху ассаллаху алейхи вассалям, спокойствие мое я ощущаю в молитве. В какой молитве, братья? Именно в той молитве, в которой есть набожность, трепет, он говорил Билалю, рады Аллаху, о, Билал, дай нам отдохнуть. То есть дай нам возможность отдохнуть, прочувствовать спокойствие, то есть скажи азанна намаз. Какой намаз? Тот намаз, в котором есть набожность. Намаз запрещает все плохие дела, дурные дела. Какие дела? Какой намаз? Тот намаз, где есть набожная богобоязненность. С именем Аллаха спрашиваю вас и спросите каждого сам себя. Если человек с трепетом читает намаз, с богобоязненством подходит к каждой молитве, готовится к этому, неужели он сможет после того, как прочитать намаз, пойти делать прелюбедействие? Неужели он после этого может пойти употреблять наркотики, выпивать алкоголь? Ла ва Аллахи! Ла ва Аллах! Поэтому человек, который искренне только сейчас прочитал молитву и потом после Таслима идет делать харамные вещи, нет, далеко от этого. Поэтому Аллах приказал нам молитву для того, чтобы у нас была набожность в наших сердцах. У пророка Мухаммада, когда было на душе тоска тяжело, спешил молиться. В этот момент он сразу спешил молиться. Какую молитву читал? Та молитва, где есть трепет. Именно вот эта молитва, когда мы стоим с вами с трепетом, за богобоязненностью, именно эта молитва отдаляет грусть из сердца. Когда Каббар, Такбир сказал, понимает человек, перед кем он сказал Такбир. Когда сказал Аллаху Акбар, Аллах величие всех. То есть получается, Аллаху Акбар, более величия Аллаха, никого нету. Он понимает, перед кем он стоит, и Аллах ему позволил стоять перед ним и молиться. То в этот момент его не будет ничего отвлекать от этой молитвы. Нищий, бедный, раб Аллаха встал перед богатым творцом. Мухтач, нуждающийся в Аллахе. В этот момент Аллах избавит его от тоски, от печали и от всех проблем, которые у него в душе. Именно когда мы проявим искренность в наших молитвах с Аллахом, Аллах, очистить сердца и приблизить к себе. И именно как мы можем прочувствовать это, когда скажем ассаляму алейкум, рахматуллах, ассаляму алейкум, рахматуллах, прочувствовать, что нам лучше стало, чем до того, как мы читали намаз, до того, как мы сказали Аллаху Акбар. Я говорю, саллаху алейкум, рахматуллах, Пророк Мухаммад сказал пять молитв, предписал, приказал Аллах своим рабам. Если человек хорошо, должным образом возьмет перед этим омовение, прочитает свое время, четко зафиксирует поясные поклоны, то есть не будет клевать, как, как называют, ворона или кто это, клюет, как дятел. То есть он будет четко фиксировать, не будет спешить, четко, спокойно будет, иншаллах, молиться. И прекрасна будет его богобоязненность в этих молитвах. Аллах обещает, смотрите, Аллах обещает. Человек, когда говорит, я тебе обещаю, ты знаешь, что он правди в своих словах, и не было за ним, что он нарушал обещание, ты ему веришь. А знаешь, кто-то обещает, он постоянно говорит, обещает и не делает. А это кто обещает? Творец, Создатель, Субханава Тааля. Аллах не нарушает свое обещание. Если будет вовремя читать, прекрасным образом возьмет омовение, будет богобоязненность в этих молитвах, обещание от Аллаха, то, что Аллах простит ему его грехи. А тот, кто не будет таким в своих молитвах, то обещание от Аллаха не получит. Если захочет, простит его, если захочет, накажет его, говорит, Саллаху Алейхима Салям. Именно богобоязнь, трепет, посланник Аллаха, Саллаху Алейхима, проявлял в своих молитвах. Если прочитать Сиру, как читал пророк Мухаммад, намаз, как сахабы читали, то мы заметим, что их намаз был переполнен трепетом, теряли сознание, скорпионы их жалили, они не чувствовали, полностью были удалены, то есть полностью посвящены молитве. Как говорится, пророк Мухаммад во время молитвы плакал, стонал, подобно так, как кипящая посуда, такой звук из плача, из-за богобоязни, перед Всевышним Аллахом. Что он просил? Аллах простил ему все грехи, но при этом он с трепетом молился. Когда Аллах был имамом среди сахабов, сахабы не слышали, что он читает из-за много плача, то есть плач перебивал его чтение Корана. Теперь вопрос, как нам достичь хотя бы чуть-чуть из этого, хотя бы быть похожим чуть-чуть на сахабов, чтобы наша молитва была похожа на их молитву. Первый пункт. То есть приготовиться перед тем, как мы будем с вами молиться. То есть вот эта хушуа приходит не в самой молитве, а до того, как мы говорим Аллаху Акбар. Поэтому минут за десять, если человек уже стоит на улице, разговаривает и так далее, обсуждает дуния и так далее, смеется, шутит и так далее. И имам сказал Аллаху Акбар, и он занял Аллаху, неужели он будет набожен на молитве? Нет. Перед тем, как молитва наступила, уделите время, я самому себе говорю, пять, десять, пятнадцать минут почитать тафсир, подумать об Аллахе, подумать о судном дне, перед кем, возвеличить того, перед кем мы будем выстаивать эту молитву. А. 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 Аиша, рада Аллаху Алина, сказала, посланник Аллаха, салаллаху алейкум ассалям, с нами сидел дома, со своей семьей, какие-то вопросы домашние решал, и как только Беляль, как только Муазин говорил, Аллаху Акбару, Аллаху Акбару, а затем, кам, Рок Мухаммад, салаллаху алейкум ассалям, вставал, как будто нас не знает, и мы его не знаем, как будто мы не его семья, как будто мы чужие для него. Сейчас не для тебя, аиша, время, сейчас время Аллаха, до намаза. Также пораньше приходить на намаз, вот эти братья, которые сейчас, они пришли пораньше на намаз, поэтому они в первых сафах, поэтому они здесь, поэтому стараться по мере возможности, понимаем, братья, у каждого свои дела, у каждой работы и так далее, альхамдулЛлях, пускай Аллах каждому вас даст, но стараться, приходить. Приходить в мечеть, приходить в молитву пораньше, и особенно на пятничную проповедь, на пятничную молитву. То есть хорошо взять омовение, взять гусль, нарядиться на молитву, красиво одеться, хорошую одежду одеть. Всевышний Аллах говорит, о верующие, одевайтесь, красиво, когда приходите в мечеть. Когда Ибн Умар увидел, то, что он молился без головного убора, это дозволено, то есть вы не подумайте сейчас, что многие без головного убора дозволено. Но однако, вот это вот у них гылк, ахляк был, во время молитвы он что сказал? То есть во времена их, то есть если без головного убора читали, то есть это у каждого народа есть свой ахляк, свой гылк, во время их гылк, вот этот ахляк, нравственность, без головного убора, как бы считалось, ну, непристойно читать намаз. На что он ему ответил, сказал, если ты сейчас встречаешься с правителем, так ли ты к нему выйдешь без головного убора? То есть даже на сегодняшний день, в Саудии 10 лет жил, если, например, саудиец без щемага, без вот этого платка выйдет на какую-то встречу, там, только в тюбетейке даже, или если вообще, это как бы неуважение. То есть это не может он выйти куда-то на какую-то встречу без головного вот этого платка, без этого убора. И так же было во времена сахабов, на что Ибн Умар сказал, сейчас ты, если пойдешь встретиться с султаном, без головного убора, пойдешь ли ты с ним навстречу? Нет, говорит, я красиво оденусь и крепко завяжу свою чалму. На что сказал Ибн Умар, А перед Господом миров, перед Господом султана, перед Творцом этого правителя, в первую очередь нужно наряжаться. То есть красиво одеваться. Даже в домах, когда мы с вами читаем намаз, например, не нужно в пижаме читать. Пижама для сна. Одеть нормальную одежду, миском намазаться, потому что знать, перед кем мы стоим, перед Аллахом. И это тоже дает нам хушу, афисаля, тоже дает набожность в наших молитвах. Когда мы только Аллаху Акбару сказали в первый момент, мы должны смотреть на место Ас-Сюджуд, на место туда, куда будем делать земной поклон. Он спросил пророка Мухаммада, о тех людей, которые во время молитвы по странам смотрят. На что пророк сказал, это шайтан ворует из-за его молитвы, шайтан ворует из-за его намаза. Поэтому нужно во время молитвы смотреть на место, куда мы будем с вами делать земной поклон. Пусть закончат народы смотреть по странам во время молитвы или поднимать свои взоры, раньше поднимали в небеса во время молитвы. Или Аллах заберет от них их зрение, то есть больше зрения не вернется к ним. То есть это так вот предупреждал пророк Мухаммад саллаху алейхи вассалям, чтобы во время молитвы по странам не смотрели. Давайте с вами задумаемся. Когда мы говорим Аллаху Акбар, возвеличили Аллаху Субхану Акбару сердцем, Аллах великий. После этого говорим, альхамду лилляхи раббил аламин. В хадисе сказано, когда раб Аллаха говорит, альхамду лилляхи раббил аламин, Аллах отвечает и говорит, Мой раб меня восхвалил. Милостив и милосердный. Всевышний говорит, Малик яумиддин, Мой раб меня возвысил, меня восхвалил. То есть Аллах общает, общение с Аллахом, Тебе мы поклоняемся, у тебя просим о помощи. Аллах в этот момент говорит, это между мной и моим рабом. То есть, и после этого просим, веди нас прямым путем. Аллах отвечает и говорит, это моему рабу. И рабу то, что он попросил. Как в этот момент можно смотреть по сторонам? Даже человек, когда с ним общаешься, из неуважения к другому, он с ним разговаривает, он по телефону смотрит, да, да, я тебя слушаю, брат. И сам там свои дела решает. Неуважение, неприятно так общаться с таким человеком. А как перед Господом миров думать о чем-то другом, смотреть по сторонам, когда Аллах, Субхану Талли, отвечает нам на нашу мольбу? То есть, если Аллах на нас смотрит, мы должны уважать Создателя нашего, уважать Аллаха, Субхану Талли. То есть, поистине, это из умам сабика, из общины до пророка Мухаммада, саллаху алейкум, саллаху алейкум, саллаху алейкум, поистине, Всевышний Аллах, Субхану Талли, приказал Яхья ибн Закария, пророку Яхья, пяти словам, чтобы он обучил Баню Исраиль этим. И тогда он задержал, то есть сразу не сказал. Тогда Иса ибн Марьям сказал, или ты им расскажешь, или я им расскажу, вперед тебе. И тогда Яхья сказал, о, мой братишка, поистине я боюсь, если я, если ты скажешь, опередишь меня, то Аллах, Субхану Талли, проявит свой гнев по отношению ко мне. Почему я сразу не оповестил об этом? Тогда Яхья ибн Закария приказал собрать Баню Исраиль вместе. И тогда они все собрались, дети Якова, сыновья Якова, Баню Исраиль, и стали толпиться, и начали садиться на возвышенности, как бы на балконы, некие такие, на стены, на горы собираться из-за большого количества. И тогда он рассказал им о пяти вещах, и одно из этих, Это из умамы сабика, еще из общин, которые были до пророка Мухаммада, Яхья ибн Закария сказал, и Аллах приказывает вам молиться, поистине Аллах, Субхану Тааля, не перестанет направлять свой лик по отношению к вам до тех пор, пока вы не отвернетесь. То есть до тех пор, пока будете строго во время молитвы соблюдать вот эти правила, намазы. Как только будет человек по сторонам смотреть, Аллах, Субхану Тааля, от него отвернется. Следующее, что? Во время молитвы у нас должно быть спокойствие, братья. То есть не должно быть как ворон, как ураб, быстро читать, быстро Кур'ан читать. В некоторых мечетах там Аллаху Акбар, Саляму Аля, Ильясин, Аллаху Абар, Салям Аллаху Альм, Аллаху Абар. Должно быть спокойное чтение, должно быть то есть размышление над аятами Кур'ана, над аятами Кур'ана, представлять, перед кем мы стоим. То есть вот это возвеличивать Аллаху, Субхану Тааля, и возвеличивать молитву, которую Аллах нам с вами дал возможность молиться. Как сказал пророк Мухаммад, Салям Аллаху Аля, Аляхи и Салям, одному из сахабов, вернись и помолись, поистине ты не молился. Когда сахаба зашел, он начал быстро молиться. Пророк Мухаммад, Салям Аллаху Аля, Салям сказал, перечитай намаз, ты не читал. То есть даже если он читал быстро, он сказал, ты не прочитал. То есть именно должно быть от тума'нина, вар-разана, то есть спокойствие, молитва спокойно, нужно каждую руку выполнять спокойно. Пророк Мухаммад, зафиксировал, вот так вот не дозволено. Вот это вот ворует он сам же и шайтану позволяет воровать из-за его молитвы. И последнее, уважаемые братья, мы с вами должны думать, вот в любом молитве, когда мы начинаем думать, представлять, что это последняя молитва. Последняя молитва. Что после, если Аллах заберет душу во время этого молитвы, или после молитвы, как мы уже сказали, до следующей молитвы не доживем, а придет такое время, или дай Аллах, скажите аминь, или Аллах заберет нас в молитвах во время намаза, наши души, или мы не доживем до следующего намаза, так оно и будет. И представлять, что каждая молитва это последняя, нет гарантии. Извините ради Аллаха, то, что я часто своего отца вспоминаю, но Аллах, он мне всегда говорил, читай намаз, как будто ты последний читаешь. И он мой, почему я часто вспоминаю, не только папой был, и братом был, и старшим другом был, и я с ним всегда во всех вопросах советовался. И он мне говорит, всегда молись спокойно, как будто ты, еще до того, как я записался учиться в мадресе, как будто это твоя последняя молитва. Аллах забрал его тоже, последнее, что дело его было в молитве. Поэтому, читайте намаз, как будто вы прощаетесь с этой жизнью. Как мы говорим, Аллаху Акбар, как будто мы прощаемся с этой дунья, как будто мы больше не сможем прочитать намаз, как будто это наш последний намаз. Вот так к каждому намазу отношения, если у нас будет, тогда будет у нас хушуа фи саля, будет у нас набожность в молитве. И как сказал, молится, я прошу Аллаху, посредство его величию, посредство его прекрасными именами, величинами его сайфатами, великими его атрибутами, чтобы сделано с вами из тех, которые набожно молятся. Также хотелось бы на сегодняшний день тоже добавить, телефон отключайте во время намаза. Очень сбивает, особенно, когда человек какую-то ставит мелодию, которая не принесет ему пользы ни в этой жизни, ни в вечной, кроме как вреда. Как бывает, стахфураллаху акбар, говоришь, и какая-то страшная там музыка играет на телефоне, песни играют и так далее. Верующий должен отдаляться от этого. И также анашиды, некоторые ставят Кур'ан, ставят на звонок, это тоже не дозволено. Может быть так, что ты зайдешь в туалет, там заиграет Кур'ан, или Кур'ан читается, а ты обрубишь Кур'ан аят. Это не для этого Кур'ан, чтобы его на телефон ставить. Кур'ан для того, чтобы читать и размышлять, и жить по нему. Поэтому обычный, когда мы заходим в мечеть, там везде написано, не разговаривайте по телефону, отключайте, ставьте на беззвучный режим. Мы должны соблюдать. Для всех правила одинаково. И вот этот телефон тоже отвлекает от богобоязненности. Баракаллаху лакуму, чазакум лакхайру, саллаху аля Набиину Мухаммад и саллаху аля Набиину Мухаммад.